Приветствую вас, именно возрастание либидо может быть связано с различными стрессовыми ситуациями в вашей жизни, ну, такие как, например, увеличение нагрузки, конфликты, если они есть, конечно, с окружающими вас людьми, вот. И так далее, то есть, здесь, конечно, нужно разбираться, может, где-то от весны, но вряд ли, то есть, лично я не считаю, что все дело в весне, я думаю, что, скорее всего, у вас как-то вот нервное напряжение возросло, и, соответственно, снимать разрядку, то есть делать разрядку вам приходится чаще, вот. Это то, что касается данного аспекта, теперь то, что касается того, что недостойного мужчина. Понимаете, с одной стороны, с одной стороны, у вас, возможно, есть проблемы при построении отношений с мужчинами, вот, потому что вы пишите, что у вас полгода нет мужчины, да, я так понимаю, вот, значит, вы из-за чего-то расстались, с ним, вот, ну, по какой-то причине вы с ним расстались, с мужчиной, вот. Вот, и можно, в принципе, разобрать, почему вы расстались, с мужчиной, из-за чего, вот, вы расстались, с мужчиной. Есть ли у вас сложности с построением отношений с мужчиной, вот. Вот я нашел ваш вопрос, который вы задавали до этого, который несколько раскрывает суть того, что происходит. Давайте вместе, вместе с ним разберемся, вот. Мне 34 горы, я хочу знать, действительно ли с моим характером за ножом делать нечего? Как вам и сказал мой коллега, Игорь Летучий, ответ которого вы выбрали лучшим, но с которым почему-то не работали, судя по тому, что вы не брали ни одной слабой консультации. Как вам и сказал мой коллега, у нас изначально есть негативные, негативные, негативные осуждения, вот. То есть, с любым характером, с любым характером, можно и нужно выходить за ножом. Потому что любого человека можно принять другой, любой человек, ну, не любой, конечно, но он, любой характер можно принять, если любишь. Во-первых, у меня есть ребенок, который в браке, и я больше не хочу рожать детей ни одного. Это абсолютно ничего не значит. Муж и его мама, скорее всего, будут заставлять, это с чего вы решили? Правда ли, если надо подражать во всем свекровке? Нет. Чтобы мысль убил, нет. Нет. Нет, я буду далеко подчиняться к какой-то свекровке ненамеренным и ненужным. Мне еще не хватало чего, мне не 18 лет, чтобы подчиняться всем подряд. Но здесь, вы знаете, такое впечатление, что идет реакция на некий конфликт. То есть, возможно, у вас в первом браке была такая история, и вы себя так составили. Возможно, вот теперь на браке вы своего мужа воспринимали как отца, потому что вы ведете себя нехотко по деткам. И, соответственно, у вас накопился негатив, и когда вы развились, то у вас, соответственно, осталась травма от брака, и теперь вы думаете, что история развивается только так. Нет, 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 и еще раз нет, но это не исключено, что вам свое поведение нужно тоже подкорректировать, дабы учиться правильно себя ставить. Да, то есть, чтобы вы могли себя правильно поставить, адекватно. Мама говорит, что мне замуж не выйти с такими мыслями, что любая кровь задолбит команду. А это она знает по своему опыту или как? И вообще, при чем здесь мама? Она ваша. Она же будет делать из нее видео и ставит на первое место. Но опять же, при чем здесь ваша мама, и откуда такая информация? А если не захочу этой богине преклоняться, то он меня бросит. Неужели все так страшно? Нет. Неужели надо платить так дорого, нежеланными родами и поклонностью? Нет, не нужно. Садиться-ка вокруг пугают. Выходят дамы, сорваться, двадцать раз, даже под пятьдесят. Это всегда либо личный выбор человека, либо четко обговоренное решение. Но это никогда не принуждение. Первый брак продлился недолго, я не успела понять относительно своей крови. Но брак продлился недолго. Из-за чего? Так, спросите, зачем мне тогда замуж? Ради любви, близкого человека рядом, ради регулярного секса, наконец. Регулярный секс можно получить не обязательно замужем, для этого можно встречаться с мужчиной ради секса. А вот в том, что вам вынуждаетесь в любви и близком человека рядом, что в этом нужно разбираться. Потому что ощущение, что вы себя недолюбливаете сами, ощущение, что вы себя не защищаете и недооцениваете сами меня не покидает. Что в первом вопросе вашем, что во втором. Ну, я не беру в расчет те вопросы, которые вы задавали мне в психологию. Вот. Давайте скажем в сторону. Цель вашего вопроса была какая? Получить ответ, что это не так, вы получили. Вы получили ответ. Но по-прежнему мужчина все равно не пускает их к себе. То есть у вас есть забреж на близость, духовную близость. У вас очень много негативных установок. У вас завышенные требования к мужчинам, которые, требования я имею ввиду, являются проекциями требований к себе, которые исходят от мамы. И, соответственно, с этим нужно работать. Вот. Чтобы вы проще относились к мужчинам, чтобы вы четче прорабатывали то, что вас объединяет, или может объединить с мужчинами. Вот. Это тоже очень важно. Вот. Ну и не совсем понятно, что делает ваша мама в отношениях. То есть почему она вообще рассказывает вам, что и как. То есть вот, ну, с какой стати она вам это рассказывает. Что она делает у вас в личных отношениях. Вот. То есть тут можно поднять вопрос о границах ваших. Вот. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. То, что вы бунтарка, я верю, но для того, чтобы быть бунтаркой, я бы сказал, что нужны определенные условия, а именно. Мне поддаваться внушению. Подходиться здоровой критикой к информации, которая поступала. Вот. Вот. А вы в данном случае проявляете себя как человек крайне внушаемый. Что ставит под сомнение ваша бунтарка. Вот. Также было бы неплохо определить, в чем именно и для чего проявляется ваша бунтарка, какова его природа и не вредит ли оно вам. Потому что если бунтарство вредит, то я полагаю, что это не бунтарство, а повторение как раз-таки родительского сценария, который заложила в вас ваша мама. А причина, скорее всего, вся в том, что у вас не было отца, или проблемы были с отцом. Или он от вас ушел, и его, в общем, недостойный человек оказался. Вот. Как только вы перестанете искать мужчину ради любви и секса, и разграничите это понятие, а с мужчинами будете общаться более слабо, но я полагаю, что количество достойных претендентов сразу возрастет. Пока у вас слишком завышенные требования к мужчинам, что и определяют тот факт, что вы одна. До сих пор. Вот. За всем этим можно вам помочь, обращайтесь. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. books сейчасました. Субтитры